Незаконными выборами прошли в пяти округах Российской Федерации, по которым было избрано 229 депутатов. Соответственно, это конституционное большинство Госдумы, и оно не может быть легитимным. Также общие правила международного права говорят, что нарушение права не порождает право. Соответственно, об этом говорит ИСПЧ, и Международный суд справедливости в Гаге. Соответственно, мы не имеем права сейчас закрыть глаза и очередной раз утереться. Именно такие действия Российской Федерации и заставили их создать из Крыма Южнофедеральный округ. То есть они понимали, что есть юридическая проблема, и, наверное, очень надеялись, что мы ее не заметим и пропустим. Фактически Россия загнала сама себя в некую ловушку юридическую. Наша задача – это ловушка захлопнуть. Или же очередной раз мы можем показать, что мы не можем быть субъектом, который признает простые юридические факты. Россия не действует какими-то новыми методами. Она просто повторяет путь Советского Союза. Оккупация повторяется одна за другим, как Азербайджан, Нагорный Карабах, Приднестровье и т.д. В свое время была поправка Джексона Веника в США, которая ограничила и фактически заморозила отношения с Российской Федерацией. Сегодня Россия пытается показать, что она выше мирового сообщества, выше международных стран и работает над снятием санкций. Вместе с этим ни в коем случае не работает на восстановление прав человека на нашей территории. То есть они не направлены на то, чтобы восстанавливать или выполнять международные требования, быть и частью международного сообщества. Поэтому их ждет, моя задача, такая же изоляция, как это было во время Холодной войны, когда международная сообщество в России нет прав человека. Мы вас изолируем, пока вы не восстановите свои права.